Известный актер Анатолий Кузнецов – коренной москвич. Он родился в 1930 году. Отец Толи был певцом. И после окончания школы юноша решил последовать примеру отца и поступил на вокальное отделение музыкального училища. Но позднее Кузнецов решил, что это не его путь и выбрал другое направление, поступив в МХАТ. Еще во время учебы Анатолий начал сниматься в кино. Всего же за годы своей карьеры он исполнил роли в 150 картинах. Но чаще всего Кузнецов ассоциируется с образом Федора Сухова из всеми любимой культовой киноленты «Белое солнце пустыни». Хотя у него было много ярких ролей. Например, в фильме Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» и в многих других фильмах. Одна из последних полюбившихся зрителям картин с участием знаменитого актера – «Турецкий гамбит» 2005 года выпуска. Однажды, во время учебы в школе-студии МХАТ, в гостях у своей сокурсницы Галины Волчек, Кузнецов встретил свою любовь – Александру Ляпидевскую. Александра тогда еще была замужем за другим. Молодые люди полюбили друг друга и после развода Александры вскоре поженились. Семья Кузнецовых очень отличалась от семей большинства советских актеров, которые женились, разводились по нескольку раз, меняли любовниц. В семье актера царила в любовь и взаимопонимание. Роль товарища Сухова, которая сделала его знаменитым, Кузнецов сыграл в 1968 году. Тогда же супруги переехали в трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Они стали обеспеченными людьми, позволяли себе выезжать на заграничные курорты. В 1974 году в семье появился долгожданный ребенок, их единственная дочь Ирина. А Анатолий Борисович продолжал сниматься в кино, сыграв еще во многих известных кинолентах. В 1995 году у актера случился инфаркт миокарда. Его здоровьем занимались опытные врачи, назначили правильное лечение, после чего актер прожил еще 19 лет. Он умер в 2014 году. Его жена пережила актера на 5 лет, последние годы своей жизни проведя на даче в Подмосковье. В 2019 году не стало и ее. У актера осталась дочь Ирина, есть внук. В сети гуляет много неприятных сплетен о плохом отношении дочери к матери, о ее некрасивом поведении. Но из уважения к памяти выдающегося актера не хотелось бы это обсуждать. Следите за событиями из жизни телезвезд вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.